Сын и Святаго Духа. Вот, друзья, мы слышали с вами, не манглеское чтение, а клятвое. На самом деле, очень важный отрывок для каждого из нас, потому что часто даем обещания, которые мы можем не выполнить, и вкладываем все свои собственные силы в какие-то такие вещи, которые нам, в общем-то, часто бывают не под силу. Так было и во время Господа нашего Иисуса Христа, когда Он был там, в Иудее, в Иерусалиме, когда ходил со своими учениками. У Иудеева была привычка обещать и подкреплять свои собственные обещания как раз каким-то таким твердым словом, там, клянусь тебе, скажем, во имя Господа нашего единого, или там, клянусь тебе, Святым Градом Иерусалимом. И все бы, конечно, здесь, ну, как бы, человек обещает твердо выполнить то, что намеревается сделать. Но на самом деле здесь есть один очень такой важный момент. Если бы мы сто процента знали, что все будет так, как мы планировали, если бы мы сто процента могли контролировать ситуацию. И вот в этом огромная беда каждого из нас, многих из нас, может быть, не каждого. Это, конечно, я палку перегнул, когда мы стараемся ситуацию контролировать, потому что мы боимся ради безопасности, мы контролируем собственных детей, контролируем собственную жизнь. А события могут развиваться не так, как мы хотим. Абсолютно. Не по нашему сценарию, не по нашим планам. Вот часто бывает так, что ты надеешься, что вот это, вот это, вот это будет в твоей жизни, оно не случается. И этому нет объяснений, почему с каждым там на твоем пути что-то такое случается. Можно там сказать, вот, я оказался не в том месте, не в то время, но ты же там оказался. И поэтому, конечно же, Господь говорит о том, что надо жить в реальности, надо оценивать свои собственные силы реально. Так этому каждому из нас не хватает. Об этом часто говорит митрополит Антоний Сурожский в своих словах к народу, что встреча с Богом происходит там, где человек живет в такой реальности, где он видит свои плюсы, свои минусы, отлично понимает, что он может здесь сорваться, скажем, а здесь он может нагрешить. И отлично понимает, да, он такой. Нет, он не плохой. Почему плохой? Просто он видит себя, что вот у него есть возможности здесь быть хорошим, а здесь вот он не может понести, даже данное ему слово. И он старается обезопасить себя от той или иной ситуации. Это очень важно, жить в настоящем, быть настоящим. Недаром все праведники, скажем, Ветхого Завета, они всегда говорили, когда предстояли пред Господом, вот я, вот я, я такой, какой я есть. Я не лучше и не хуже. Я знаю, что я могу вот это совершить. Прими меня таким, какой я есть, Господи. Не таким хорошим, который я Тебя опишу. Но Ты сердце мое видишь, Ты меня видишь. Ты видишь, что я вот здесь, здесь ошибаюсь. Ты видишь здесь, здесь, что я не люблю. Но я так к Тебе стремлюсь. И ведь на самом деле, чистые сердца в тех заповедях блаженства, это не о том, что мы можем здесь взять и очистить свое сердце до белизны. Это невозможно в нашем с Вами состоянии. Ведь любой святой говорил о том, что ближе к Богу вижу больше грехов своих. Он не говорил о том, что ближе к Богу чище сердце. Конечно, об этом тоже идет речь. Но он видел такое, какое он есть. И он говорил, вот я, а вот Твое милосердие. И я верю в Тебя именно в милосердного. Не в того, который меня за эти вещи будет наказывать, а в того, который меня поддержит и укрепит на этом пути. Потому что как раз вторая часть этого евангельского чтения, это об этом. Око за око, зуб за зуб. О чем это? Был закон Моисея, закон справедливости. Послушайте, закон справедливости всегда будет гласить. Вот здесь Ты так сделал, и Я Тебе так сделаю. Вот здесь Ты так поступил, и Тебе так надо сделать. Но я могу ведь поступить не потому, что я плохой, опять же, а потому, что я ошибся. Потому что у меня настроение такое. Потому что у меня много чего, что я не могу понести. Ты же в моей шкуре не жил. Ты не был со мной. Ты не чувствовал, как я чувствую. Что же Ты решаешь, что я осилю? А есть закон милосердия. И Господь как раз здесь призывает каждого из нас быть милосердным друг к другу. Терпеть друг друга, если это есть и возможно. И тогда случаются какие-то действительные чудеса в наших жизнях. Вот сегодня мы слышали песнопение, посвященное нашему замечательному врачу Луке и святому Луке Войно-Ясенецкому. Его память и служба переносится с воскресенья на сегодняшний день. Вот человек, который испытал много трудностей в своей собственной жизни. Но какие чудеса были в его жизни. С теми людьми, которые были с ним. Я всегда восторгаюсь об одном факте. Его все дети стали врачами. Он практически с ними не был. Потому что он был посылком, жил посылком. Отправляли его куда-то далеко. Но дети, смотря на отца, стали врачами. Я всегда восхищался тем, что нашелся тот человек, женщина, которая, когда самого Луку Война-Ясенецкого отправили в ссылку, она взяла и воспитала его собственных детей. Ведь это чудо, по-настоящему чудо, что находятся такие люди. Я не говорю о самом святом, потому что о нем много написано. Но посмотрите, какие чудеса творятся около него. И это тоже милосердие Божие. Господь видит своего праведника. И находятся с этим праведником люди, которым Господь вкладывает в сердца вот такие помышления. И каждый из них, я думаю, получает награду праведника. Мы часто забываем эти слова. Что тот, кто бывает рядом с пророком, с праведником, со святым, неважно с кем, он получает ту же самую награду, если участвует в жизни этого человека. И отдает силы этому человеку. Да, таких людях мы не слышим, не знаем. На них не складываются саги. Но разве это важно в Царстве Небесном и в наших с вами отношениях? Разве это важно? Разве важно человеку все это, если на его сердце тепло? Он чувствует внутри себя вот эту самую человечность. Это милосердие. Это прощение. И живет в реальности. И понимает, что он такой. Но он старается быть лучше из всех своих сил. Потому что без этой синергии, без сработничества с Богом ничего невозможно. И все у него выходит. А может, и не выходит. Но мы учимся быть здесь людьми. Это прежде всего. Быть людьми гораздо важнее, чем все остальное. В любых наших обстоятельствах. Быть людьми милосердными. Быть людьми, живущими в реальности. Видящими там, где можно помочь. Там, где можно участвовать. В простых делах. Не забывать близкого. Это так важно. Не зацикливаться на себе. Это самое страшное, что есть в нашей жизни. Это зацикленность на себе. Страшная штука. Прямо страшная. Зацикленность на себе. Когда весь мир крутится вокруг нас. Это страшно. И ничего мы вокруг не видим. А вокруг нас есть те люди, которые нуждаются в нас. И вот поэтому так важно быть, жить в реальности. И быть милосердным. И к самому себе тоже. Как это ни странно звучит. Давайте будем об этом помнить. Аминь. Мальчик. КОНОСТНАЯ МУЗЫКА КОНОСТНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...